Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим про многие темы, разберем биткоин на кратко, средне и долго сроки. Также я покажу монеты, которые сейчас меня интересуют, обсудим новости криптовалют, эфира, рипл, xrp, кардана, вичейн и биткоина. Также ты узнаешь о самой громкой новости за последнее время, связанной с Walmart. В этом году мы уже предполагали услышать от этой крупнейшей сети розничной торговли что-то масштабное, связанное с криптой. И сегодня мы это услышали. Настоятельно рекомендую всем, кто держит кардана, не забыть перейти в конец видео и посмотреть релиз от команды кардана, который определяет будущее этой монеты. Это очень-очень важно для всех холдеров ада. Так как видео обещает быть очень длинным, я оставлю тайм-коды в описании для твоего удобства. Переходи в описании, выбирай то, что тебя интересует и переключайся сразу на эту тему. Начнем с того, что спонсором сегодняшнего видео является моя книга, которую я только что закончил. Ее релиз назначен на 1 сентября, писал я ее около года или немножко даже больше. До 22 августа ты можешь предзаказать эту книгу по ссылке в описании со скидкой в 50%. Также до 30 сентября 2021 я могу вернуть тебе 100% суммы, если она тебе не понравится. Но я думаю, что она все же будет для тебя полезной, там очень много всякой полезной информации. Моя книга не только о том, как обналичить крупные суммы из криптовалюты, не только о том, как при этом нужно работать с налогами и в каких странах налогов вообще нет. Она также о том, как ты можешь с помощью криптовалюты сменить страну жительства. Ссылка будет в описании. Сегодня, ребята, день рождения того доллара, который больше не обеспечен золотом. Что же случилось 50 лет назад? Президент Никсон отвязал доллар от золота. После этого начались очень интересные события, о которых можно узнать на этом сайте. Что произошло в 1971? Начиная этим годом ФРС США получила возможность создавать столько долларов, сколько захочется. Я оставлю ссылку на этот сайт, поизучай графики. Это очень показательно и в который раз напоминает нам, почему мы находимся в биткоине. Сейчас я тебе покажу некоторые из этих графиков. Это инфляция цены консервы томатного супа с января 1898 по июль 2021. Стрелкой указан момент, когда доллар был отвязан от золота. Как мы видим, до этого момента, до отмены золотого стандарта, цена консервы была более-менее стабильной, в районе 10 центов. В районе этой цены она держалась практически 100 лет. Представляешь, что было, когда доллар был привязан к золоту. Стабильность. Ну а после 1971 ФРС получил право печатать доллары, не привязывая их к золоту. Цена на эту консерву сразу же взлетела и продолжает расти и сейчас. Это обесценивание доллара. Индекс потребительских цен также взорвался после отвязки от золота. Это практически вертикальный рост. И так будет продолжаться и впредь. Цены на электричество, еду и фрукты тоже после отвязки от золота начали расти. Посмотри сам. Рост практически безудержный. Ну и, конечно же, возникает вопрос, а что по зарплатам? Может быть, зарплаты нивелируют рост цен? Давай посмотрим на этот график. Он показывает, сколько часов нужно было работать, чтобы купить акцию индекса S&P 500. До 1971, вот до этой красной линии, он был более-менее стабилен. От 18 приблизительно до 30 часов. В среднем почти 31 час нужно было работать до 1971 года, чтобы купить одну акцию S&P 500. А что же произошло после? После отвязки доллара от золота этот график не просто преодолел исторические пики предыдущих годов, но и взорвался куда-то вверх. Теперь это около 120 часов, чтобы купить одну акцию S&P 500. И это продолжит расти и дальше. Также очень интересная диаграмма и это. Она показательна. Сколько нужно было копить, чтобы купить дом? До 1971, когда доллар США был обеспечен золотом, это было около 2,5 лет. С 1971, когда золотой стандарт был отменен, этот срок начал расти. Теперь составляет около 7 лет. Теперь ты понимаешь, почему мы находимся в биткоине. Умные люди не копят доллары, они покупают серебро, золото и биткоин. Именно поэтому я думаю, что гораздо рискованнее не владеть биткоином, чем владеть им. Хотя бы небольшой его частью. Что касается биткоина, давай поговорим про кратко-средние и долгосрочные перспективы этой монеты. Вау, какая свеча. Отскочили от верхней границы, сейчас опять боремся за вторую цель по CPR. Никак не можем ее оседлать. А ведь это обязательные условия для продолжения роста, с моей точки зрения. Сейчас многие говорят о необходимости коррекции. Некоторые озвучивают совершенно брутальные прогнозы и чуть ли не 18 тысяч долларов за биткоин. Возможно ли это? Что ж, давай разберем каждый цикл и попробуем ответить на этот вопрос. Сначала на дневном графике. Это крайнее движение биткоина на дневном графике. Здесь мы видим, что цена биткоина приближается к тому, что называется золотым сечением по Фибоначчи. Вот оно. На английском языке это называется Golden Pocket. Что же это такое? Golden Pocket это диапазон, от которого цена чаще всего разворачивается и корректируется до уровня 0.382 по Фибоначчи, который является второй сильнейшей поддержкой на линиях коррекции Фибоначчи. Это значит, что при достижении этого Golden Pocket цена обычно переживает коррекцию, если достигла его на росте, либо же отталкивается от него и продолжает расти, если достигла его на падении. Сейчас уровень 0.382 по Фибоначчи составляет около 41.700 долларов за биткоин. Такой может быть потенциальный сценарий на ближайшее время. Цена биткоина может достичь золотого сечения и откорректироваться до уровня 0.382 по Фибоначчи. При этом золотое сечение находится на уровне от 50.600 долларов до 51.800 долларов. Давай посмотрим, как цена биткоина реагировала на золотое сечение в прошлых циклах. Например, в этом цикле здесь мы находим идеальный пример того, как цена реагирует на золотое сечение по Фибоначчи. Можно увидеть, что здесь после падения начался восходящий тренд, который коснулся золотого сечения по Фибоначчи вот здесь и оттолкнулся от него, переходя в коррекцию. Затем мы видели вторую попытку преодолеть золотое сечение по Фибоначчи вот здесь, которая уже увенчалась успехом. Кроме этого, нужно отметить, что массивные коррекции биткоина в этом цикле не смогли достичь отметок исторического хая прошлого цикла. Это очень важно. Когда мы пройдем по всем циклам, ты поймешь почему. Давай разберем и вот этот цикл, который показал что-то похожее. После массивного падения цена биткоина перешла в восходящий тренд, который вот здесь коснулся золотого сечения по Фибоначчи. Вот оно. И пережил массивную коррекцию после этого. Цена смогла пробить золотое сечение по Фибоначчи только во второй раз вот здесь. Как мы видим, идеально похожие ситуации. Золотое сечение первый раз выступило в качестве сильной поддержки, но уже во второй раз было пробито. Золотое сечение и здесь выступило впервые в качестве поддержки, но во второй раз было пробито. При этом опять же отмечаем тот факт, что вот эти массивные коррекции биткоина не достигали отметок предыдущего исторического хая в предыдущем цикле. Поэтому можно предположить, что и в этом цикле потенциальная сильная коррекция не достигнет отметок исторического хая прошлого растущего цикла на 20 тысячах долларов. Но на масштабной картинке очень заметно, что высота каждого цикла становится все меньше. Например, рост от пика 2011 до пика 2013 составлял 3600%, но от пика 2013 до пика 2017 уже всего лишь 1600%. И как мы видим, вот эти расстояния постоянно становятся меньше, и сейчас это расстояние совершенно минимально. Посмотри, как недалеко от отметок предыдущего исторического пика находится цена биткоина сейчас. Так что может случиться все что угодно, и цена биткоина может таки пробиться ниже отметок предыдущего исторического пика. Хотя исторически хочу тебе опять напомнить, что ни разу за всю историю биткоина такого не было. Поэтому я все же склоняюсь к тому, что не будет и на этот раз. Хочу тебе показать еще один идеальный пример того, как отрабатывает золотое сечение по Фибоначчи. Вот ситуация в 2019 году. У нас было падение биткоина, затем оно перешло в растущий тренд, который достиг как раз таки этого золотого сечения. Посмотри, что было дальше. А дальше цена биткоина отскочила от этого золотого сечения и пересекла его только лишь во второй раз. Это что касается кратко- и среднесрочного движения биткоина. На канале КриптоАнуб я увидел интересное видео о долгосрочных перспективах биткоина. Давай покажу тебе отрывок из него. Сегодня мы посмотрим на цену биткоина в плане долгосрочного поведения. Потому что прямо сейчас, если этот сценарий отыграется так же, как в 2017, 2013 и 2011, цена главной криптовалюты все еще будет иметь множество места для дальнейшего роста. Почему я так думаю? Потому что каждое движение биткоина в разных циклах всегда находило вершину только тогда, когда достигало верхней границы этого канала. Ты можешь увидеть, на этой границе находится каждый новый пик в каждом новом бычьем рынке. И только после достижения этой границы начинался глобальный медвежий рынок. Не коррекция, а именно медвежий рынок. В нашем случае цена биткоина до сих пор имеет множество места для роста, пока не достигнет верхней границы этого канала. Так что, если этот сценарий отыграется так же, как и в прошлые циклы, цена биткоина найдет окончательный пик этого буллрана на границе этого канала. И это подтверждается не только этим логарифмическим каналом, но также и долгосрочными волнами Эллиота на недельном графике. Из этих пяти волн первая, третья и пятая всегда растущие, а вторая и четвертая коррекционные. Если мы посмотрим на наше долгосрочное движение за последние два года, то увидим эти волны. Точно так же, как это показано в учебнике. Сейчас мы находимся практически в начале пятой волны, которая уже предшествует большому коррекционному движению после достижения верхней границы канала. Так что, если это все отыграет так же, как и в прошлые разы, цена биткоина достигнет верхней границы канала, а затем перейдет в глобальный медвежий рынок. Этот сценарий также подтверждают и два моих индикатора. Они говорят мне о том, что рынок, скорее всего, нашел свое дно в районе 28-29 тысяч долларов. Потому что, если мы посмотрим на поведение этих индикаторов во время этого падения, то заметим кое-что интересное. Эти два индикатора называются William Percentage R и ATR Normalized. Итак, если ты увидишь индикатор William Percentage на нижних отметках около минус 95, и в то же время второй индикатор ATR на верхних отметках около плюс 95, то это сигнал на то, что цена, возможно, достигла своего дна. После этого сигнала мы можем уйти немного ниже, но мы уже знаем, что диапазон вокруг этой отметки уже является трамплином для восходящего движения. В прошлом эти индикаторы мне тоже помогали находить дно цены биткоина. Например, весной 2020-го во время этого падения мы можем увидеть, что эти два индикатора показывали одновременно минус 95, первый и плюс 95, второй. Это сигнал о достижении ценой своего дна. Еще один такой случай был в 2018-м. Индикатор William был около минус 95, ATR же показывал плюс 95. Еще один сигнал на то, что цена достигла дна. Так оно и было. Эти сигналы на этих индикаторах появляются снова и снова, и сейчас эти индикаторы показывают, что 28-29 тысяч долларов могли оказаться дном. Вот почему на долгосрочной картине этот сценарий может быть намного более вероятным. Теперь я хочу поговорить про альткоины, на которые я сейчас обращаю свое внимание. Начнем с того, что биткоин на этом восходящем тренде вырос на 68% на пике своего движения. Эфириум за это же время сделал 95%, и казалось бы, что это много, но... XRP за это время вырос на 163%, а кардана на 122%. Конечно, все должны иметь хотя бы биткоин и эфириум. Также обязательно в портфеле нужно содержать кардана и бинанскоин. Я думаю, после запуска своего свапа, кардана может повторить успех бинанскоина после того, как бинанс смартчейн запустил их собственный свап. Далее, XRP и доги коин. Обе монеты вызывают противоречивые чувства у аудитории. Кто-то топит за них, а кто-то называет их скамом. Но причина, почему они находятся в топ-10 крупнейших криптовалют, это потому, что у них огромные сообщества. Я сам являюсь активным участником сообщества XRP, поэтому я думаю, XRP тоже нужно держать, так как я вижу для него способы применения и полезность. Доги коин же, как и другие мемные криптовалюты, я не держу, хотя пару лет назад и покупал ради смеха. К сожалению, заработать на доги коинах я не смог, так как я потерял свой кошелек. Но недавно я немного изменил свое мнение насчет мемных криптовалют и решил, что хотя бы 5% своего портфеля можно закидывать в такие проекты. Ведь потеря 5% не так страшна, как риск не получить внезапные 1000% роста. Поэтому вот примерный портфель, который ты можешь составить. 50% в биткоине, 45% это эфириум, бинанс коин, кардана и XRP, либо же другие криптовалюты, у которых есть какие-то способы применения. Ну и 5% на всякие мемные криптовалюты, типа Shiba Inu или Dogecoin и другие. Также я бы не упускал из виду и Polkadot. Я не так фанатею от него, как от биткоина, но у них будут скоро запущены парачейн-аукционы. Я уже рассказывал о них. Они могут спровоцировать рост Polkadot. Солана тоже многообещающий проект. Сейчас они строят мост между экосистемами Соланы, Эфириума и Бинанс смарт-чейна. Этот мост может привести множество проектов и, как следствие, пользователей в Солана. Также мне очень сильно нравится такая монета, как Йота. Не знаю, почему она привлекает так мало внимания. Посмотри, где находится ее цена. Она практически на низах. Я думаю, что она вполне может сделать 5 иксов от текущих отметок. Она будет использоваться в так называемом интернете вещей, который, как я думаю, является нашим будущим. Конечно, в США и западных странах эта история уже развивается, а нам еще приходится догонять. Но, тем не менее, интернет вещей – это как следующая ступень развития интернета. Stellar XLM тоже обязательно должен быть у тех, кто держит XRP. Ведь на его блокчейне уже разрабатываются некоторые цифровые валюты центральных банков. Также у меня спрашивали, что я думаю про Эфириум Классик. Я отношусь к нему скорее нейтрально, но не держу его сейчас вообще и не планирую. Недавно смотрел интервью Чарльза Хоскинсона, создателя Cardano. Люди спросили его, а что он вообще думает насчет Эфириум Классик и его будущего. Он долго ходил вокруг да около и в итоге сказал, что нет никакого будущего у того проекта, у которого даже планы нет. Приблизительно так же и я думаю. Также сегодня я обратил внимание на Вичейн после того, что узнал о нем сегодня, но об этом чуть позже. А теперь, ребята, я хочу перейти к большим новостям из мира криптовалют, которые случились на протяжении 24 часов. Однажды мы говорили о том, что Walmart, большая сеть оптовых и розничных магазинов, имеет какой-то план насчет биткоина. Что они выступят с какими-то новостями о биткоине в этом году. Что ж, сегодня это случилось. Очень большая новость, которая даже толкнула цену биткоина вверх на полторы-две тысячи долларов. Walmart очень крупная сеть. Если она зайдет в криптовалюту, то это будут миллиардные инвестиции, как у Теслы. Итак, сама новость. Walmart в поисках специалиста по криптовалютам. Она планирует нанять специалиста для разработки стратегии в сфере использования криптовалют, стремясь предоставить покупателям возможность оплачивать ими товары. Очень большая новость. Очевидно же, Google и остальные компании будут следующими. Этот класс активов уже никуда не денется. Эта технология будет менять все. Есть три способа, как компании смогут взаимодействовать с криптовалютами. Добавлять биткоин в свои золотовалютные резервы. Второй способ. Они могут создать свою собственную криптовалюту. Ведь Walmart, в частности, имеет огромное количество посещений. Около 265 миллионов человек в неделю. А их доходы составляют почти 600 миллиардов долларов за 8 месяцев 2021 года. Это огромная компания. Они могут легко создать свою собственную криптовалюту и распространить ее среди своих собственных клиентов. Это поможет добавить ценности этой компании, так как кроме своей капитализации на фондовом рынке и доходов с клиентов, у них еще и появится капитализация собственного токена на криптовалютном рынке. И третий вариант взаимодействия с криптовалютами – это просто-напросто принятие биткоина или другой криптовалюты. Очевидно, Walmart рассматривает как минимум один из этих трех вариантов, если находится в поиске специалиста для работы и разработки криптовалют. Далее, Ethereum. Тоже очень большие новости сегодня. Ethereum играет большую роль в новой системе антипиратства, которую разрабатывает Microsoft. Microsoft выбирает именно Ethereum и хочет использовать его блокчейн для борьбы с цифровым пиратством. Это очень большие новости для Ethereum и его холдеров. Microsoft в представлении не нуждается. Это одна из крупнейших технокомпаний. Новый план крупнейшего разработчика ПО по борьбе с пиратством основан на прозрачности технологии блокчейн. Мы видим этот большой документ, который был опубликован на сайте компании Microsoft. И здесь мы видим, что они пишут, что это будет работать на публичной сети Эфириума. Далее по тексту они описывают, как именно это будет работать. Проблема цифрового пиратства в 2021-м очень распространена, особенно в наших с вами странах. Если опыт Microsoft окажется вполне удачным, то эфир может быть использован даже для таких целей, что повысит на него спрос. Учитывая, что чем больше пользуется эфиром, тем больше он становится дефицитным из-за сжигания монет, это может приводить к росту его цены. Очень хорошие новости для эфира. С таким прогрессом эфир даже может стать популярнее биткоина. Хотя почему может? Биржа GEMINI опубликовала отчет, в котором сказано, что эфир уже является самой популярной криптовалютой в Сингапуре, обогнав даже биткоин. Также, еще не дожидаясь сентября, OpenSea, площадка для торговли NFT, где, кстати говоря, и можно купить эти самые NFT, а то все спрашивают, где же их купить, отчиталась о почти 100% росте объемов торговли NFT в августе. Сумасшедший рост, просто посмотри на этот график. Но я все еще убежден, что пик может прийтись на конец сентября. Почему? Я рассказывал в прошлом видео, если не видел, ссылка на него в описании. Теперь я хочу поговорить про V-Chain, там тоже достаточно большие новости. Ведь V-Chain планирует заходить в пространство NFT. Корпоративный блокчейн V-Chain запускает грантовую программу на миллион долларов США. Что они хотят сделать с помощью этой программы? Они хотят кардинально изменить мир NFT и перевести его не только в искусство, но и в мир бизнеса и корпораций. По их мнению, именно предприятия станут основной движущей силой для массового принятия NFT. Поэтому они хотят разработать динамичную экосистему E-NFT с использованием платформы V-Chain Tor. E-NFT буквально понимается как NFT, который выпускает уже не искусствоведы, а предприятия, бизнесы и корпорации. Такое новое движение для NFT хочет создать V-Chain. И раз использоваться в нем будет V-Chain Tor, то и монетка эта может неплохо подрасти после того, как эта платформа будет запущена. Именно поэтому сегодня я и обратил внимание на токен V-Chain. И предпоследняя тема на сегодня это Ripple XRP. В сети Ripple XRP наблюдается необычная активность. Она находится на таком максимальном уровне, что даже в 2017-2018 такого просто-напросто не было. Если что, зеленым обозначена цена XRP, а вот этим фиолетовым активность разработчиков XRP. При этом на фоне последнего роста XRP на 160% за неделю мы наблюдаем странные движения XRP на биржах. За последние сутки почему-то около 61 миллиона XRP зашевелились на биржах. Популярный блокчейн-аналитик Vale Alert заметил три крупных транзакции 40, 12 и 9 миллионами XRP. Самая большая часть из них была отправлена с Binance на Huobi. Почему-то твиты с этими транзакциями быстро удаляются, но в блокчейне детали этих транзакций удалить невозможно. Явно готовится что-то неожиданное. Нужно быть осторожнее. И наконец, ребята, мы переходим к конференции Cardano, которая прошла совсем недавно. Она была посвящена будущему экосистеме Cardano и токену ADA. Длится она 40 минут, я же расскажу и покажу тебе только те моменты, которые тебе как холдеру Cardano нужно знать. Спойлер, если все эти цели, что были озвучены на конференции, будут достигнуты, то это может привести к большому росту цены ADA. Эти цели назначены на ближайшие 5 лет, а значит уже за эти 5 лет Cardano может значительно вырасти. Давай послушаем. Итак, если мы говорим про 2022, этот год не только важен, он жизненно важен для экосистемы, построенной вокруг токена ADA. Как ютилити токена, который позволяет тебе работать в этом блокчейне, независимо от того, кто ты, бизнесмен, что строит бизнес, или искусствовед, что строит NFT. А может ты строишь систему идентификации личности в Западной Африке. В любом из этих случаев взаимодействие с блокчейном Cardano приведет тебя к токену ADA. Поэтому сотрудничество с 5-10 банками очень важно для нас. Мы работаем с ними так, чтобы ты, владея токенами ADA, всегда мог быстро перевести их в фиатную валюту и наоборот. Но кроме этого, мы работаем над тем, чтобы ты смог перевести ADA в любой другой токен прямо на блокчейне Cardano. Следующая причина, почему мы хотим работать с банками, это чтобы раскрыть им глаза на долгосрочную перспективу, что они могут сделать с помощью блокчейна, используя смарт-контракты и остальные функции протокола Cardano. Эти функции смогут сделать проще сложные вопросы, которые могут возникать у банка в плане аудита, судебных экспертиз и идентификации пользователей. Все эти вещи поможет решить Cardano. После решения этих проблем токены ADA станут доступны в банках по всему миру. Итак, Cardano планирует подписать партнерство с полусотней банков по всему миру, например, с Goldman Sachs. Когда в блокчейне Cardano будет работать 50 банков по всему миру, это будет огромным шагом для принятия ADA, особенно учитывая продвижение ADA в Африке и Южной Америке. Например, в Африке Cardano будет использоваться для построения идентификации личности и проверки документов на предмет подделки. Также уже в этом отрывке мы услышали о том, что люди смогут легко и быстро менять токены ADA, не только на фиат, но и на другие токены, прямо на блокчейне Cardano. А это уже намек на запуск Cardano Swap до конца 2022 года. Какие же большие перспективы у Cardano, не так ли? И последнее, но не по важности, сотрудничество с банками повысит функциональную совместимость и финансовую доступность Cardano. Это поможет нам взять самые лучшие вещи из DeFi и перенести их в регулируемое пространство. Это также поможет нам достичь того, чтобы операторы мобильной связи работали с цифровыми деньгами и блокчейном. И это поможет нам убедиться, что каждый, кто хочет, смог работать с блокчейном и приложениями на нем. Здесь он говорит о том, что Cardano до конца 2022 года хочет добиться того, чтобы каждый мог взаимодействовать с новой децентрализованной инфраструктурой. И делать это легко. Если эта цель будет достигнута, Cardano приобретет очень много клиентов и пользователей. Давай послушаем про цели на 2023-2024 годы. В 2023-2024 мы хотим опубликовать три новых белых бумаги для Cardano. Мы будем развивать рост количества кошельков, а также увеличивать диверсификацию активности в блокчейне Cardano. Что такое диверсификация активности? Мы не хотим прийти к той ситуации, когда работать с блокчейном можно будет только через посредника, например, в виде банка. В таком случае мы упустим все возможности, которые предлагает децентрализованная сеть. Поэтому, по сути, мы будем привлекать больше предприятий и бизнесов в свой блокчейн. Все они будут использовать его в различных целях. Это и становится одной из самых главных целей для Cardano. Мы хотим не только работать в новом мире, но и создать мост между старым и новым. И с развитием регулирования все больше нового функционала будет доступно. Наша цель до 2024-го привлечь компании из списка 500 крупнейших, которые будут использовать токен ADA, которые примут блокчейн Cardano в качестве своей инфраструктуры. Это будет эффект домино. Когда одна компания увидит преимущество того, что на самом деле означает пользоваться децентрализованным блокчейном, она посоветует это и другой. Это может изменить даже способ управления этими компаниями, сделать его легче и проще. Даже оптимизировать то, чего хотят акционеры. И последняя, но не по важности, цель на 2023-2024 увеличить функциональную совместимость блокчейн-систем и мировых систем. Блокчейн Cardano должен быть интегрирован в существующие системы, что позволит нам модернизировать их и взять часть их функций на блокчейн. Каждая такая система сама этого захочет, увидев, какую функциональность может дать им блокчейн в реальной жизни. Он говорит о том, что Cardano видит выгоду для себя в партнерстве с банками, но также и не забывает, что DeFi – это будущее, децентрализованные финансы – это будущее. Банки же в этом будущем станут максимум посредником между обычным человеком, который не особо разбирается, и новым децентрализованным миром. Также он говорит о привлечении компаний и бизнесов. Целью Cardano на 2023-2024 являются 500 крупнейших компаний в мире, которые будут работать с блокчейном Cardano. Представляешь себе, что тогда будет с токеном ADA? Давай послушаем их цели на 2026. Мы будем удовлетворены, когда в 2026 у нас будет полный набор услуг для всей нации. У нас будет не просто децентрализованный блокчейн, а целая сеть регулируемых децентрализованных блокчейнов, которые саморазвиваются вместе с сообществом. И сейчас мы находимся на пути к этому. Мы уже делаем шаги по направлению к этой глобальной цели. Около миллиарда человек к этому времени ощутит влияние всех вещей, которые может предложить блокчейн. Итак, ребята, вот основные три цели Cardano на ближайшие пять лет. Первая цель. Топ-500 компаний мира пользуется Cardano. Вторая цель. Один миллиард пользователей по всему миру. И третья цель. Предоставление всех необходимых услуг целой нации. Другой вопрос. А возможно ли достичь таких целей за пять лет? Хм, может быть и возможно. Так как, судя по всему, Cardano стремится стать сетью интегрированных и функционально совместимых блокчейнов для миллиардов людей. А эфириум в это же время стремится стать тем же, только для богатых людей. Учитывая все эти платы за газ или же довольно немалые ограничения, когда ты хочешь поработать со стейкингом. Например, 32 эфира за стейкинг. Согласись, сумма немаленькая. В случае с Cardano стейкинг начинается с одной карданы. Это всего лишь 2 доллара. Но все же я думаю, что в будущем есть место и для эфира, и для кардана. И на самом деле некоторые цели Cardano уже исполняет. Она заключает партнерство с некоторыми африканскими странами. Например, с Эфиопией, где система образования использует Cardano. Но еще я думаю, что нужно владеть и эфиром, и Cardano. Только с такой корзиной криптовалют ты можешь закончить тем, что будешь держать монеты одних из самых ценных технологий в следующем десятилетии. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь на вашу поддержку лайком. Такие видосы делать крайне затратно по времени и усилиям. Но я стараюсь ради вас и вашей поддержки. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok